За прошедший год в каких только преступлениях Запад не обвинил мифических русских хакеров. Они взломали всемирное антидопинговое агентство, парализовали Кубок Африки по футболу, неоднократно срывали эфир американского телевидения, испортили салют в честь инаугурации Трампа, спровоцировали скандал на церемонии награждения «Оскар», пытались повлиять на предвыборную кампанию во Франции, вторглись в энергосистему США. Ну и самое громкое обвинение — русские хакеры вмешались в американские президентские выборы и привели к победе Дональда Трампа. При этом до сих пор не предъявлено ни одного веского доказательства, не названо ни одного реального имени. 6 января 2017 года в США был опубликован доклад ЦРУ, ФБР и АНБ. В нём — результат расследования хакерских атак на демократическую партию США, которые якобы повлияли на исход американских выборов. Главный вывод — это сделали некие русские хакеры по заказу российских спецслужб и Кремля. «Россия ставила перед собой цель опорочить госсекретаря Хилари Клинтон и помешать ей стать президентом. Россия хотела, чтобы победил Трамп». То есть, конечно, можно сказать, что это была попытка таким образом нанести удар по России, но я думаю, всё-таки скорее по Трампу и по его будущей политике по отношению к России. Если возникает тема российских хакеров, то она ограничивает его возможности выстраивания нормальных отношений с Россией. Доказательства русского следа, представленные в докладе, по мнению специалистов по кибербезопасности, выглядят совсем неубедительно и даже смешно. Ключевые аргументы американской стороны — это метаданные документов, которые были якобы похищены русскими хакерами, а затем выложены в сети. Один из них включал сообщения об ошибках с гиперссылками на кириллице. Другой документ был изменён с помощью настройки русского языка, да ещё и пользователем под ником Феликс Эдмундович. Ну, никакой нормальный хакер русский не будет писать слово Феликс Эдмундович в своём подне, вы смеёте, что ли? Когда работает грамотный хакер, у него есть главная задача — остаться невидимкой. И ради этого хакер сначала организует легенду прикрытия. Это называется кража личности. Могли бы Владимира Ильича придумать ещё Леонида Ильича. Ну, какая разница, кого? Не этим определяется принадлежность. Вывод независимых экспертов однозначен. Технический анализ спецслужб не выдерживает никакой критики. В докладе нет ни одного реального доказательства. У них нет доказательств, они же не смогли их опубликовать. Публике доказательства не нужны. Ей нужно, чтобы все со всех сторон говорили одно и то же. Что да, русские виноваты, русские идут. Это именно была целенаправленная, очень масштабная попытка создать образ русского хакера как некого объекта для информационной атаки, раз. Во-вторых, как некоторую дымовую завесу, чтобы не говорили о других вещах и не искали истинных причин проблем. Это театральная постановка. Просто американцы, они воспитаны Голливудом. Это такие маугли, воспитанные Голливудом. В сентябре 2016 года Нью-Йорк Таймс опубликовала сенсационный материал. Найден, цитата, «информационный связующий или координатор русских хакеров, которые атаковали демократическую партию США». Речь шла о 26-летнем жителе города Бийска Алтайского края Владимире Фоменко. Так американцами впервые был назван «реальный российский гражданин» за все время информационной кампанией в поисках русского следа. Это первое интервью Владимира Фоменко на российском телевидении. Почему американцы считают вас единственным человеком, тем, кто причастен к этим кибератакам на сервере? Скорее всего, не американцы, а именно журналист, центр, центр атаки. Это там Алтайский край. Бийск – маленький город в Западной Сибири. Население всего 200 тысяч человек. Отсюда, по версии Нью-Йорк Таймс, Владимир Фоменко и координировал действия русских хакеров, которые вмешались в ход американских выборов и привели к победе Дональда Трампа. Как Владимир, у которого нет даже высшего образования, он окончил местный колледж, оказался в центре международного киберскандала? Нас кто-то подставить решил. Искали там компанию с русскими корнями. И просто выбрали там, не знаю, методом тыка. У Фоменко свой бизнес – небольшая хостинговая компания. Он сдаёт в аренду серверы по всему миру. Сами серверы находятся в основном в США и Нидерландах, потому что стоят они там дешевле, чем в России. С голландского оборудования Фоменко, по мнению американцев, и были осуществлены атаки на демпартию США. Сам Владимир узнал об этом из отчёта ФБР, где были опубликованы IP-адреса. Часть из них принадлежала его компанией. Перепуганный Фоменко сразу сделал то, что и должен был сделать по закону. Заблокировал эти серверы. А на своём сайте заявил, что не имеет никакого отношения к хакерским атакам. Указанное оборудование у него арендовали по интернету неизвестные под никами RobinGood и DickRobin. Анонимность – это обычная практика в хостинг-бизнесе. Нет требований в законодательстве Америки и Голландии, что мы должны полностью требовать данные от клиента. Но если вы придёте в магазин, купите зонтик, потом этим зонтом кого-то ударить, у вас же тоже не будут просить документы при покупке зонта. Были ли хакерские атаки на самом деле? Фоменко подтвердить или опровергнуть не может. Чтобы проверить это, у него нет технических возможностей. Но вы же отключили. Но отключили, потому что они как в отчёте ФБР. Но мы как бы думаем, они там тоже что-то придумывать не будут. И просто так указывать там IP-адреса, именно которая сервера у нас есть. Именно опираясь на отчёт ФБР, Нью-Йорк Таймс и назвала Фоменко информационным связующим русских хакеров. За разъяснениями Владимир напрямую обратился в американскую компанию, которая проводила технический анализ по заказу ФБР. И получил более чем исчерпывающий ответ. Цитата. То, что в Нью-Йорк Таймс вас назвали связующим звеном, это мнение автора статьи, не наше. Мы ценим ваше желание поделиться информацией, поскольку какой-то неидентифицированный злодей совершил преступление, используя ваши ресурсы. Но на сегодняшний день в законодательстве нету требований следить за тем, для чего используются сервера. Вот владельцы серверов, если они сдают их в аренду. Но в любом случае, вот владелец этого оборудования, он не несёт ответственности. Остаётся главный вопрос. Если атаки на самом деле были проведены с оборудования Фоменко, почему до сих пор, а прошло уже 9 месяцев, правоохранительные органы ни Голландии, ни Соединённых Штатов не запросили у Владимира никакой информации. И тем более не провели техническую экспертизу самих серверов. То есть, естественно, первым делом, если обнаружили, из каких серверов осуществлялась атака, нужно было у владельца этих серверов запросить всю информацию о том, что это за сервера были, какое там использовалось программное обеспечение. То есть ни голландцы, ни американцы вас... Ну, серверы до сих пор ещё лежат. Ну, в ожидающем состоянии. Но никого нет. Между тем, у Фоменко есть реальные зацепки, которые могли бы помочь следствию. Например, ему известно, что доступ к IP-адресам, с которых якобы проводились атаки, был осуществлён из трёх стран – Италии, Норвегии и Швеции. Как расследовали это преступление, и почему вообще вот это всё не запросили? Ну, это говорит о том, что, в общем-то, такая информация никому не нужна. То есть в реальном поиске преступников никто не заинтересован. Получается, что Россию обвиняют на базе некой виртуальной истории, у которой нет конкретных ни имён, ни носителей, кто эти хакеры, хоть одну фамилию назовите. 13 января 2017 года эти кадры облетели весь мир. Западные каналы победоносно скандировали. В Испании по запросу американских спецслужб арестован, цитата, «один из самых важных русских хакеров». В некоторых СМИ появились комментарии, что, возможно, он причастен к кибератакам на демократическую партию США. Задержанным оказался 31-летний программист из Таганрога Станислав Лисов. Его арестовали на парковке аэропорта Барселоны. Всё произошло неожиданно. На глазах у жены Стаса, Даши. Подошли двое мужчин в гражданском, показали значки, обыскали все наши вещи, забрали технику, паспорта, деньги, полностью, всё, что было у нас. В Испанию Лисовы отправились в романтическое путешествие. Они поженились всего три месяца назад. В какой-то вечер очередной раз обнимаю и говорят, «Я тебя очень люблю и хотел бы, чтобы ты была моей женой». Конечно, я расплакалась, потому что мы были уверены уже, мы знали, что до конца дней хотели прожить, воспитывая детей и внуков. Молодожены жили в Таганроге довольно скромно, в однокомнатной квартире. Работал Стас в мелкой IT-компании, создавал и продвигал сайты. МИД России сразу взял ситуацию Лисова под особый контроль. К делу подключились правозащитники. Для начала нужно было выяснить, на каких основаниях задержали российского гражданина и в чем именно его обвиняют. Сразу вообще никаких документов не было. Все просто задержали, вы есть в списке. Что за список? На арест. То есть есть некий список с содержанием неких лиц, которые в чем-то обвиняются со стороны США, причем это список закрытый. Россия же присутствует в Интерполе. Было ясно. Сама процедура ареста проведена с грубыми нарушениями международного права. И это далеко не первый случай. Только в 2016 году по аналогичной схеме, по обвинению в хакерстве и по запросу ФБР, были задержаны трое российских граждан. В Таиланде, Чехии и Армении. А уже в апреле этого года сценарий Лисова повторился практически точь-в-точь. В Барселоне арестовали программиста из Петербурга Петра Левашова. Адвокатам Лисова все-таки удалось получить обвинительный документ. Это была всего одна страница текста. Три параграфа. Лисова обвиняли в том, что он якобы еще в 2012 году создал вирус NeveQuest, атаковал американские банки и похитил 4 миллиона долларов. Больше никаких подробностей. Вот что нам рассказал сам Стас по телефону из испанской тюрьмы. Скажите, ну у вас вообще есть понимание какое-то, в связи с чем вас задержали? Да, на самом деле пока нет, не понимаю. Потому что стою в пакетской группировке, которая управляла званием и названием этого. Там были сказаны, что я перевел 4 миллиона долларов куда-то и получил 8300. Вот это вот, что мне было сказано при задержании. И все, больше я ничего не знаю. Там речь идет о конкретном вирусе, насколько я понимаю. Ну, мне об этом не писали. Он даже не в курсе. Вы признаете хотя бы частично, не частично или совсем не признаете в том, в чем вас обвиняют? Абсолютно никак не признаю это. Поэтому надеюсь, что это все разрешится в ближайшее время. Да, я никогда с таким связыванием занимаюсь разработкой сайтов. Вот официальная характеристика с места работы Лисова. Цитата. Станислав не являлся IT-специалистом высокой квалификации. Он обладал знаниями программирования и системного администрирования на базовом уровне. Сейчас специалисты в области кибербезопасности и права единогласны. Пока американская сторона не представила ни одного реального доказательства вины Станислава Лисова. Но если Стас, опять же, руководил ячейкой хакеров в России или, не знаю, где они находились, здесь надо у американцев спрашивать, куда деньги делись. Как человек, который живет в однокомнатной квартире в Таганоге, ездит там на какой-то старенькой машине, имеет 4-5 миллионов долларов, в пол спрятал или в шкаф положил. Чтобы однозначно утверждать, что какой-то человек разработал конкретный вирус, на самом деле это тоже нужны очень веские основания. Поэтому, в принципе, действительно история достаточно мутная. То есть вопросов очень много возникает на сегодняшний день, и ответ мы пока не получили. На последнем свидании Стас сообщил Даше, что если его экстрадируют в США, ему грозит там 35 лет лишения свободы. Конечно, у меня слезы, он не выдержал. У него прям потоком пошли слезы. Говорит, любимая, что мне они дают, ты меня не дождешься. Мне вообще 35 лет, обещает Америка, если меня экстрадируют туда. У меня истерика, шок. У меня жалость все внутри. Я говорю, любимая, не знаю, что тебя дают, я знаю, что ты ни в чем не виноват. Ну, я каждый день буду ждать. Я очень стараюсь быть сильной, потому что надо держать себя в руках и биться, биться, биться за то, чтобы моего мужа вернули обратно на родину. Мы провожаем Дашу в аэропорт. В ближайшее время в Испании состоится суд об экстрадиции Станислава Лесова в США. Ну, в любом случае возникает вопрос, зачем? Зачем забрали Стаса? На него очень много можно навешать русским языком, говоря. То есть он, попадая в Соединенные Штаты, мы же знаем там только три параграфа обвинения, а может быть еще 15 ему припаяют и скажут, рассказывай, как ты сайты взламывал демократической партии, рассказывай, как ты там повыбрал президента. Я не скучу, что и с ними уже сейчас какая-то работа идет, испанских полицейских. Программист Дмитрий Зубаха знает, какую работу могут вести американские спецслужбы в тюрьме. В 2012 году его задержали на Кипре. Тоже по запросу ФБР с требованием экстрадиции в США. Зубаху обвиняли в хакерских атаках на американские серверы нескольких платежных систем и в хищении 7 миллионов долларов. О тех событиях Дмитрий впервые рассказывает по телевидению. Самое страшное во всей этой истории, что нет понимания. Наверное, как-то так себя перед казнью чувствовали, что неизвестно, отрубят голову или нет. Там сгноят в какой-то тюрьме американской. А за что? Ни за что. В то время Дмитрий работал обычным программистом в крупной IT-компании Игоря Ашманова, который считается в мире одним из основателей российской IT-индустрии. Ашманов тогда решил, что будет биться за своего сотрудника до конца. Во-первых, потому что был уверен в его невиновности. И во-вторых, меня безумно раздражала вот эта история с программистами, которых постоянно арестовывают. Надо понимать, что это происходит чуть ли не каждый месяц в разных странах Европы. Дело в том, что американцы считают, что их юридикцией является весь мир. Адвокаты оперативно изучили дело и сразу обнаружили несколько неувязок. Зубаха был задержан якобы по запросу Интерпола. Однако в списках Интерпола его фамилии не было. Арестовали Дмитрия на основании факса, что противоречит базовым нормам международного права. Мне очень, конечно, удивительно было узнать, что таким образом вообще возможно человека заключить в тюрьму на основании какой-то факсовой бумажки. Для меня это, конечно, дикость. Кроме того, факс был выслан из США всего за два часа до прилета Зубахи на Кипр. Тогда Игорь Ашманов вспомнил еще один странный случай. Ровно за неделю до ареста Дмитрия в офис компании проник неизвестный и украл ноутбук Зубахи. Было это связано или нет, мы не знаем. Но у него действительно сперли ноутбук прямо со стола. Поставьте себя просто на мое место. У вас воруют ноутбук, и ровно через неделю вам предъявляют в качестве доказательства информацию, которая есть на нем. Доступы к почтам, которые мне показывали, и билеты на Кипр. Возможно, что кто-то за ним охотился, и как понять, да? Это же не детектив, где в конце все объясняется, да? Здесь куча незавязанных концов осталось, мы не знаем. Кульминация этой запутанной истории случилась на второй месяц заключения Зубахи. Его пришли навестить двое неизвестных. Позже выяснится, что это были сотрудники АНБ, агентства национальной безопасности, одного из подразделений разведки США. Сразу же они перешли, скажем так, в наступление. Они говорят, когда вы полетите в Америку, вы свои контакты не забывайте, вы, пожалуйста, помните все то, чем вы занимались, ни с кем не теряйте связь, не пропадайте, это все вам пригодится. На что я отвечаю, что я говорю, я не собираюсь лететь в Америку, я отказываюсь от экстрадиции. Но американцы продолжали приходить к Дмитрию, пугали сроком, который ему якобы грозил, если он не возьмет вину на себя и не согласится на их условия. 27 лет лишения свободы. Ну, будешь как бы с нами сотрудничать, и все будет в порядке. Что значит сотрудничать? Было предложение о том, что соглашайся на экстрадицию, заплатишь штраф, мы скостим тебе срок до минимума и возьмем на поруки. Посидишь годик-полтора, выправим тебе грин-карт, и будешь работать на самую лучшую разведку мира, будешь отлично зарабатывать. Ну, то, что предложение было сотрудничать именно с каким-то кибернетическим подразделением, это факт. Я бы назвал это вербовкой. Это был такой рекрутинг, который, надо понимать, происходит десятками случаев в год. Именно русских хакеров арестовывают в Европе и в других странах. Американцы так и не смогли сломить Дмитрия. Он наотрез отказался от сделки. Еженедельные заседания суда продолжались 9 месяцев. В итоге нашим адвокатам удалось вернуть программиста Дмитрия Зубаху в Россию. О кибервойсках США известно давно. С самого начала Пентагон заявлял, что цель этого специального подразделения — исключительно информационная безопасность американского государства. Однако в 2013 году весь мир узнал, что это далеко не так. Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден обнародовал секретные сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Это было серьезное предупреждение всем нам о том, что делают спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Неважно, где ты живешь, если ты имеешь телефон, то мы должны понимать, что идет сбор информации не только фамилия, имя, отчество, образ жизни, привычки, связи, взгляды. Главная угроза, с моей точки зрения, для мира — это засилие мировых корпораций. То, что содержится на серверах Гугла, то, что накапливает про нас Самсунг, то, что накапливает про нас Эппл. И вот очередное громкое разоблачение. В марте уже этого года на портале WikiLeaks были опубликованы секретные документы ЦРУ, которые свидетельствуют о существовании целой системы киберслежки по всему миру. Из документов следует, что американские спецслужбы получали доступ к устройствам, работающим на операционных системах iOS, Android и Windows и даже к телевизорам Самсунг. Довольно значительный кусок социальной жизни вот в интернете у нас контролируется, тем не менее, иностранцами, а именно американцами. И не кем больше, потому что в Европе, например, нет ничего своего, да, у них тоже все американское. Спецслужбы Соединенных Штатов Америки такие имеют длинные щупальцы, которые практически залезли к каждому. Глобальная слежка – это не единственное направление деятельности киберподразделений США. В секретных документах, обнародованных WikiLeaks, также говорится о разработке специальных вирусных программ и попытках взломов антивирусного программного обеспечения. Ну, если мы говорим сегодня о киберармии, о армии вот этих хакеров, ее, конечно, место приписки и дислокации основное – это Соединенные Штаты. В 2010 году произошло беспрецедентное в мировой истории событие. Хакеры атаковали ядерные объекты Ирана. В результате сгорела пятая часть центрифуг. Оказалось, в систему управления проник ранее неизвестный компьютерный вирус под названием «Стакснет». Никогда раньше до этого ничего подобного не встречалось. Вирусы атаковали компьютеры, выделили строй данные, но «Стакснет» был нацелен против иранской ядерной программы производства, собственно, урана, обогащенного конкретно на этом заводе, действительно упало примерно на 30%. А это означало, что Иран в своей ядерной программе отброшен на несколько лет назад. Позже выяснилось, что вирус был разработан совместно с спецслужбами США и Израиля для противодействия иранской ядерной программе. Эту информацию подтвердили официальные лица. «Стакснет» – это, пожалуй, первый пример боевого государственного вируса. Никакая хакерская группировка за свои деньги такую штуку делать не будет. Потому что это гигантские деньги, это примерно 100 миллионов долларов. То есть это абсолютно узкая, целенаправленная такая операция такого киберспецназа. Тогда впервые заговорили о новой угрозе для всего человечества – о боевом кибероружии. За семь лет возможности его применения естественно выросли. Можно уронить самолет, можно отключить энергетику региона, можно отключить отопление в роддоме или в госпитале. Технические возможности для вывода и строя компонентов критической инструктуры сейчас очень-очень обширны. То есть можно нападать на страну в киберпространстве не менее эффективно, чем в реальном. В октябре 2016 года бывший вице-президент США Джо Байден публично заявил, что американские власти готовят симметричный ответ России, якобы на действия русских хакеров, атаковавших избирательную систему Соединенных Штатов. Он подчеркнул, цитата, «Мы посылаем сигнал президенту России Владимиру Путину. Это произойдет тогда, когда нам будет нужно». Соединенные Штаты на сегодняшний день как раз обладают самыми хорошими мощностями для осуществления кибератак по всему миру. Мы должны понимать. И если мы говорим о каких-либо угрозах со стороны официальных лиц США в отношении России с применением новых технологий в киберсреде, то, естественно, они способны делать не совсем приятные вещи для нашей банковской системы, для наших систем управления. Совпадение это или нет, но в конце 2016-го, начале 2017-го целый ряд российских компаний и банков подверглись мощным зарубежным хакерским атакам. Среди пострадавших федеральная система взымания платы с водителей грузового транспорта «Платон». За несколько месяцев здесь было зафиксировано 1127 кибернападений. Ну, география атак широкая. Ну, прежде всего, это Европа, США, в меньшей степени Ближний Восток и Африканский регион. Каждая атака – это, по сути, разведка боя, да, то есть это попытка найти те или иные уязвимости, или какие-то намеки найти уязвимости. Все атаки на систему «Платон» удалось отразить. Во многом благодаря тому, что практически все оборудование и программное обеспечение здесь российского производства. Мотивы тех, кто стоит за кибернападениями, довольно прозрачны. «Платон» – это федеральный проект. Это федеральная собственность, реализованная в интересах государства. И, естественно, если такая система, как «Платон», будет дискредитирована через вот такие атаки, через невозможность ее функционирования, то это, по сути, дискредитация всей страны, России. Когда от администрации Барака Обамы посыпались угрозы в адрес России ответить хакерскими атаками, многие заговорили об опасности нападений на объекты атомной отрасли. Однако предприятия государственной корпорации «Росатом» надежно защищены. За всю историю здесь не было зафиксировано ни одной хакерской атаки. Кибербезопасность или безопасность от потенциального внешнего воздействия на СУТП базируется на весьма простом, очень элегантном способе, когда у нас автоматизированная система управления, не соединена с внешним миром посредством сети интернет. Всех можно успокоить, можно спать спокойно. Есть стопроцентная гарантия того, что никакие внешние хакеры не могут существенно ли, катастрофическим образом повлиять на работу действующего атомного энергоблока в России. Вирус «Ванакрай». 12 мая этого года весь мир стал свидетелем самой масштабной хакерской атаки в истории. В течение одного дня было предпринято 45 тысяч попыток кибернападений в 74 странах мира. Большая часть атак пришлась на Россию. Объектами стали силовые ведомства и телекоммуникационные компании. Прорвать защиту хакерам не удалось. Это глобальная проблема. Как противостоять киберпреступности? И если сегодня мировое сообщество ничего не сделает, если мы не объединимся, чем дальше, тем сложнее будет справиться и обуздать этого монстра. Американская версия о вмешательстве в президентские выборы мифических русских хакеров казалось бы, провалилась еще летом 2016 года. Тогда, в самый разгар предвыборной гонки, в интернете вдруг появился пользователь под ником «Гучефер 2.0». Он назвал себя тем самым хакером, который якобы и взломал демократическую партию США. Неизвестный предъявил неопровержимые доказательства, выложил на своем сайте 18 тысяч секретных эмейлов демократов, а также сами письма, свидетельствующие о том, что Хилари Клинтон использовала нечестные методы борьбы со своим соперником по партии Берни Сандерсом. Стало ясно, что Клинтон там смухлевала и выбила, значит, что называется, на повороте, выбросила из вагонетки этого самого Сандерса. Это подлинные документы. И там Трамп несколько раз про это и говорил, что вы рассказываете про хакеров, когда надо говорить о том, правда это или нет, а поскольку мы знаем, что это правда, то получается, что нам повредили правдой. Это же смешно. Американское общество взорвалось. Участие Клинтон в президентских выборах оказалось под угрозой. Однако спецслужбы США быстро записали Гучефера 2.0 в агенты Кремля и вновь не представив ни одного доказательства. Цитата. «Мы считаем с высокой степенью вероятности, что российская военная разведка использовала личность Гучефер 2.0». Однако сам Гучефер 2.0 сразу опроверг эти обвинения. Вот заявление на его сайте. «Я не имею к России никакого отношения и действовал в соответствии со своими идеями». А еще он заявил, что работает в одиночку, а родом он из Румынии. «Это может быть и отвлекающий маневр, это может быть и ложный след и что угодно. Если он действительно в Румынии или Румынии, то румыны его наверняка знают». На след самого Гучефера 2.0 американские спецслужбы выйти до сих пор не смогли или не пытались. «Почему Гучефер на свободе? Потому что силы, которым не хочется, чтобы его поймали, он открыл рот и все убедились, что это правда румынский хакер, а не мистический русский хакер. Так вот, эти силы могущественные». Версия румынского следа, по мнению многих специалистов, вполне реалистична. Впервые в мире о феноменальном росте хакеров в Румынии заговорили еще в начале 2000-х. Во многом это было связано с низким уровнем жизни в стране. Вскоре сюда хлынули сотни маститых хакеров со всего мира, в основном из США. Они стали активно использовать Румын как дешевую рабочую силу в организации масштабных поэтапных кибернападений. «Вот же и у русских есть свои хакеры, которые поразили американцев. Почему бы и нам не иметь таких? Чем мы хуже?» В 2014 году румынские хакеры прогремели на весь мир. В общей сложности они украли миллиард долларов. Кибератакам подверглись сразу несколько стран, почти всех исполнителей посадили. А вот на след заказчиков выйти так и не удалось. «Наверное, тогда я не сознавал все риски, чем все это может обернуться. Сейчас я пытаюсь постепенно отойти от этих дел, начать новую жизнь, но меня не покидает страх». Чиприан, хоть и бывший хакер, но признается, что знает всех крупных киберпреступников в Румынии. У Чифера-2.0 ни он, ни его знакомые в реальном мире никогда не видели. «Что ты думаешь по поводу обвинений США? Что за этим стоит Россия?» «Точно так же можно сказать, что за этим стоит Румыния или США, или любая другая страна. Я не верю». То же на самом деле скрывается за личностью Гучефера-2.0, который взял на себя ответственность за вмешательство в американские выборы. Еще летом 2016-го американским журналистам удалось взять у неизвестного интервью по Твиттер-мессенджеру на английском языке. Но на один вопрос Гучефера-2.0 попросили ответить по-румынски. Он ответил, но сделал несколько ошибок. Тогда американцы пришли к однозначному выводу – Гучефер-2.0 точно не румын. Поэтому, скорее всего, русский. Мы решились на альтернативную экспертизу текста этого интервью. Собрали ведущих специалистов, эксперта по оперативной интернет-разведке, лингвиста, лингвокриминалиста и психиатра. И вот первые выводы. Я не вижу никаких следов русского языка в тех конструкциях, которые он употребляет, особенно в лексико-грамматических. Он использует конструкцию слова «глорифай», и он сказал «I hate being attributed». Носители русского языка скорее всего так не построят фразу. Это скорее свойственно романскому языку, то есть носителю какого-то из романских языков. Это может быть и румынский язык, который туда относится. На румынское происхождение сам Гучефер 2.0 указывает даже в своем имени. Себя он называет последователем известного румынского хакера Марчелла Лазера, который скрывается под ником Гучефер. Сейчас он уже третий год отбывает наказание в самой суровой тюрьме Румынии, где находится под присмотром американских спецслужб. Здесь у нас запланировано эксклюзивное интервью с хакером. Именно этот человек возможно способен пролить свет на кибератаки, якобы повлиявшие на выборы в США. В списке жертв хакера Марчелла Лазера более ста американцев. В основном это крупные бизнесмены и политики. В СМИ про него скажут. Он хакнул половину американской элиты. Похищенную информацию компрометирующего характера хакер публиковал в интернете для народа. Когда первого Гучифера арестовали, он сразу во всем сознался и зачитал манифест, объясняющий его мотивы. Оказалось, он верит в теорию мирового заговора, что миром правят иллюминаты. Так Марчелл называл мировую главалистскую элиту в основном американского происхождения. Тогда хакер и расшифровал свой псевдоним. Он складывается из двух слов. Название известной марки Гуччи — это символ роскоши и имени дьявола Люцифера. Я согласен с этой идеей. Я очень поддерживаю таких людей, которые начали бороться с этими глобалистами. Для них судьба человечества значит гораздо больше, чем собственная жизнь. Поверьте, я знаю. После месяца переговоров с администрацией тюрьмы о проведении интервью мы получили неожиданный отказ. Мы, с сожалению, сообщаем вам, что господин Марчелл Лазар не хочет говорить, не хочет, чтобы ваша команда снимала его или задавала ему вопросы. Однако на следующий день нам позвонил из тюрьмы сам Гуччи Фер и подтвердил свое желание дать интервью. Я вас очень плохо слышу. Сейчас слышно? То есть вы согласны дать хотя бы небольшое интервью? Две, три, пять минут? Нет, оно должно быть больше. Я ознакомился с идеей вашего фильма. Вы сможете провести здесь в тюрьме приблизительно три часа, даже чуть дольше. Тогда вы сделаете хороший материал. Поверьте, мне есть что рассказать. Однако администрация тюрьмы категорически отказала нам в проведении интервью, ссылаясь на официальное письмо. Сам Гуччи Фер с нами на связь больше не вышел. В своем последнем интервью по телефону американскому каналу Fox News в январе 2017-го Марчелл Лазер раскритиковал обвинение США в адрес России по поводу вмешательства в президентские выборы. Реакцию администрации Барака Обамы он назвал фейковой кибервойной и истерией. Цитата. «Американцы сошли с ума от мысли, что русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это безумие». Кто же тогда стоит за неизвестным хакером под псевдонимом Гучефер 2.0? Наши эксперты приходят к неожиданному заключению. В интервью помимо романского следа есть след американский. У него реакция возражения или можно расценить даже как протест, когда он говорит «Парень, я не ученик в школе». Такое обращение не свойственно русскоязычным людям. Это англосаксы, американизированные по меньшей мере, или это американизм, что-нибудь из двух. То есть либо это привносится в его психолингвистический стереотип огромный круг общения с людьми, с которыми он взаимодействует. Это еще раз подтверждает, что он там не один. И возможно, это люди, которые имеют отношение не к одной хакерской даже группе. Пока вы будете копаться в Сибири, пока вы будете копаться в Таганоге, пока вы будете копаться в Алмынии, еще где-то там, в Африке, вы не докопаетесь до истины. А истина, она как раз в США. Если мы хотим найти истину и понять, кто стоит за всем этим и какова цель реальная этой интернет-паники, мы должны ехать в Соединенные Штаты. Мы понимали, что в этом фильме нам никак не обойтись без американской стороны. Но все наши попытки взять комментарии у представителей США, имеющих отношение к этой теме, специалистов по кибербезопасности, политиков, общественных деятелей остались без положительного ответа. Мы попытались связаться и с бывшими американскими хакерами. Кстати, в списках самых известных киберпреступников в истории значатся в основном граждане США. Нам никто не ответил. Кроме одного. Это был легендарный Джон Дрейпер, один из первых киберпреступников на Земле. Его называют дедушкой хакеров. А еще считают автором первого политического хака, жертвой которого стал президент США Ричард Никсон. Оказалось, Дрейпер испытал на себе хакерское вмешательство в американские выборы. Тогда его назначили делегатом на съезд демократической партии в штате Невада по выдвижению кандидатов в президенты. Поддерживал он конкурента Хилари Клинтон, Берни Сандерса, но отдать свой голос так и не смог. Перед самыми выборами в 4 утра мне пришло письмо. Меня нет в списках делегатов. Такое же сообщение получили еще 64 человека. Все поддерживали Берни. Клинтон тогда победила в Неваде, опередив Сандерса всего на 5%. Бывалый хакер сразу заподозрил что-то неладное. Я начал просматривать логи по безопасности баз данных и вдруг выяснил, боже мой, была втечка базы данных съезда демократов, взломали электронные почтовые ящики. И я подумал, да пропади, оно все пропадом. Получается, те электронные письма, которые мы получили, были разосланы хакерами, которые взломали базу данных. Джон Дрейпер уверен, за этими атаками стояли демократы, поддерживающие Клинтон. Они хотели, чтобы люди, которые поддерживали Берни, не попали на съезд, чтобы голоса получила Хиллари. Это плохая политика. Но кто тогда стремился дискредитировать Хиллари, взломав ее почту? В чем США и обвиняют русских хакеров? Дрейпер убежден, что это тоже дело рук самих американцев, которые находились по другую сторону внутри политической борьбы. С большой вероятностью отвечу, да, я бы не удивился. Другими словами, если бы это была правда, я бы сказал, почему-то я не удивился. Получается, что внешнего вмешательства в президентские выборы США могло и не быть совсем. Одна американская политическая сила пыталась разоблачить Хиллари Клинтон. Другая, спасая себя, придумала мощную информационную атаку с мифическими русскими хакерами в главной роли. Если в компанию было внешнее вмешательство, тем более со стороны врага Соединенных Штатов России, то тогда насколько легитимен тот президент, который был в результате выборов приведен к власти. То есть это некий домоклов-меч, который подвесили над головой Трампа с тем, чтобы периодически к нему обращаться. Магнитание истерии с русскими хакерами, оно в первую очередь важно американцам, чтобы говорили о чем угодно, но не о них. Это дымовая завеса. Увести тему от настоящего вопроса. На серверах демократической партии содержалось такое, что Америка не может называться демократической страной, не может деградовать свои правила миру и вообще не может претендовать на место в десятки, двадцатки или сотни демократических стран. И когда Владимир Путин в одном из своих выступлений сказал, погодите-ка, вот вы все сосредоточились на том, что это попало в публичное пространство. А почему вы не отвечаете на вопрос о том, вообще допустима такая фальсификация внутри самой демократической партии? К сожалению, ему на этот вопрос никто не ответил. Понимаете? Потому что для либеральной глобалистской элиты демократия это тогда, когда им выгодно. Сейчас в США продолжается расследование по делу о хакерском вмешательстве в президентские выборы. Весь мир с нетерпением ждет результатов. Главный вопрос. Что мы в итоге увидим? Реальные доказательства или очередную дымовую завесу?